Встретили лето с фотоаппаратом в руке любители спорта, интеллектуальных игр и фотографий. Четвертый раз на Ридмарце стали участниками фотокросса. 12 команд в течение 6 часов гуляли по городу в поисках 10 кадров. В результате их получилось больше тысячи. В охоту за прекрасным и оригинальным включилась наш корреспондент Валентина Чибичек. С раннего утра у молодежного центра толпится народ. Люди собираются в группы и обсуждают предстоящий день. 6 часов проведут на улицах города, чтобы сделать 10 удачных снимков. Участники получают конверты с заданием, организаторы объявляют условия конкурса. Темы алкоголя, табакокурения, наркомании полностью запрещены. Они не будут оцениваться. Ну и правилами гласит, что нельзя каждому участнику, каждый участник команды может быть в кадре только один раз. Ограничили количество участников до 4. Раньше у нас было 10, теперь их 4 максимум. Тема фотокросса 2015 за минуту до лета. Участникам предстоит раскрыть тему в 10 фотоснимках. У каждой фотографии свое название. Команда «За кадрики» сразу садится в машину. Маршрут не выбирают. Удачную композицию ищут прямо на ходу. Первая остановка – площадь Ленина. «КамАЗ» с банками краски в кузове – отличная картина на тему мужская логика. Надо было пригнать целый «КамАЗ», чтобы привезти всего лишь две банки краски. Следующая остановка – улица авиаторов. Слишком широко. Широко – это когда… Ну, не обязательно же буквально, что там что-то слишком широкое. Это когда много тем в одну фотографию, например, очень-очень много всего налеплено. Да, несопоставимого. Интеллектуальная игра и спортивные соревнования одновременно. Ради креативного кадра фотографы способны на любые ухищрения. Вот малыша на белом форде просят улыбнуться, как сильную и независимую личность. Для фотографий «Мокрые будни» детей пришлось рассаживать у лужи. Смотри в лужу, смотри, как будто ты там копаешься. Вот и остальные так же делаем, ребятки. Давай, 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 молодцы. Команда Антона Тайборей, давнего участника фотокросса, тоже любит постановочные кадры. Необычные места и соответствующий реквизит дополняют нестандартное мышление фотографов. Задание было интересное про мужскую логику. Мы его делали за сараями у нас в городе. В общем, мы взяли бензопилу, и была такая идея разрезать. Сначала думали про хлеб, но подумали, что хлеб это через чур будет, взяли капусту. Получился очень брутальный такой результат. В прошлом году ребята ездили на региональный фотокросс в Архангельск. Быть лучшими среди 65 команд оказалось сложно, но опыт на ренмарские фотографы получили неоценимый. Один плюс один было задание, мы взяли чернокожего парня в общаге, он пока не хотел сниматься. Но мы ему объяснили, в чем дело. Вот так и так у нас фотокросс, он согласился. Взяли Андрея нашего бородатого, посадили на стул, и он такой, это тот чувак из фильма. Жюри фотокросса будут оценивать не только скорость, техническое исполнение и соответствие теме. Как правило, много баллов присуждается за оригинальность и чувство юмора. Кто из 12 команд был лучшим, станет известно 10 мая. Валентина Чибичек, Роман Делимарский, телеканал Север.